Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале Гиган Саурус Воруд И сегодня продолжаем с вами проходить игру Зайчик И сегодня мы возвращаемся с вами во второй эпизод Чтобы на сей раз выбрать не Алису, а Полину Касовку с Алисой дать кисды Семёну мы сделали И надеть маску тоже Теперь же давайте выберем не Алису, а Полину Вот, выбор между нашими девочками И но мы выбираем всё-таки в этот раз Полину Так... Полина В окнах видился снежок, плавно плясал в так зазвучавший из-за поворота музыки Я прыгнул с подоконника и пошёл по коридору, не даемым любопытцем Молча, что я ждал здесь, проползли улиткой Хотелось скорее видеть Полину снова Музыка стала громче Она струилась от приоткрытых дверей в дальнем конце коридорного тоннеля Мои музыкальные вкусы ограничивались Летовым и Шевчуком старыми песнями о Гланове Лагерами по телевизору Ой, а он про классическую музыку что ли? Егор Летов, вокалист и лидер группы Гражданская оборона, игравший в стиле Гаражского панка И фиходелического рока Усмертный Летов был неоднократно назван крестным отцом Патриарха русского панк-рока И одним из самых влиятельных витрителей панк-движения в России Летов умер во сне Да уж Так А также клипами, которые иногда записывали бонусом на видеокассеты для заставки перед фильмом Но мелодия скрипки пленила меня Она казалась тончайшей Резьбой по дереву стальной фароны Крустальной игрушкой Мгновением теплого ветерка Я принял к дверному косяку Лалина пряталась от меня в глубине класса Но ее тень, тень девушки со скрипкой падала на стену Историк игроты был в движениях руки и смыщи Что я будто поплыл на волнах музыки Эта словно пробила преграду грудной клетки и понеслась вскачь Быстрее и быстрее по снежным растворам с кольцами шоссинг-солнцев была еще внутри болезни Заскучал? Да Я погрузился в Мэтли с головой и не услышал шагов Из окупавшейся в музыке Полина стала еще волшебнее Да нет, нет Нет, откучился, ты говоришь, что полчета прошли как улитки Как улитка, так что не ври Я... Замялся уже Я о комиксе своем думал Ай-яй-яй, врешь-врешь, Антон, нехорошо О чем-то я соврал Ты комиксы рисуешь? Нет Да, ну то есть планирую рисовать Ничего ты не планировал Ага Ну это и планировал, то про Кэла Про девочку в маске лисы, что ли? И про что твой комикс? Ну а вот, по идее тоже интересно Про самую очаровательную добрую скрипачку Чего там оказавшиеся в этом обители страха Про лесу Ааа, про лесу Ой, точнее про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой Скорее наоборот А потом они... Что они? Они пляшут в ночи Ого Ого Как интересно Сам придумал? Нет Я опустил года Вдохновился Глядя в окно Да Одной страшной ночью Рыцарь получил достижение Пошел на свидание с Полиной Мы отпустились на первый этаж Я отворил перед Полиной дверь Папа говорил, как важно быть джентльменом Значит творческая личность Да Да Я догадывалась, что ты не такой как все Особенный Шутишь? Я... Я самый обыкновенный Это Семен обыкновенный В смысле обычный придурок А в тебе живет нечто доброе и пушистое. И нечто загадочное в том числе. Что-то тякнуло у ног, перывая Полину, когда мы пересекали школьный двор. Ай! Чё? Не бойся, это жулька. Это просто собака. Я взял одно колено, почесал за ухо гавку ищу собачонку. Она вечно вияла хватом, будто это был профилер. Я глядел, при школьной учет, так ожидаю дитя Лизу. Не, она не такая глупая, она знает, что при посторонних нежелательно появляться, а то начнут вопливать писью. Типа какая-то портная девочка и так далее. А че им лишний раз перед какими-то незнакомцами появляться? А девочки Лизы не было ни во дворе, ни на дороге. Брось ее! Не надо бросать. Да что, она же дикая! Бродячая? Ну не фактически-ка. Клещей еще подцепишь! Клещей зимой? Нет, у нее хозяйка есть. Вроде. Вроде. Палина, поднеся к рту плоток, неприятнее наблюдала до веселящейся псиной. А у тебя никакой еды не завалялось? Кажется, что-то осталось. И что же? Покормим и пойдем, ладно? Окей. Тарья, давайте делаем превьюшку. Идешь-то я собирать надо типа, что в детстве ты выберешь Фалину. Так что, погнали. Она вынула из порфеля в бутерброд и швырнула к жульке. Собачонка накинулась на лакомство. Отбросила носом хлеб и принялась на докторскую колбасу. Какая привереда. Ну, бывает. Ешь все, давай. Алина дернула меня за рука, поторапливая. Ты чего? Это был смех. Я лечусь, но у Полины смех не такой божественный, как у Алисы. И он даже пугает. В той же степени. Пока я не мере виндяя, этот смех уж точно напугал. Да, он явно не такой крутой, как у Алисы. Ну, да ладно. Крепачка буквально выволокла меня за калитку, фрыская в кулак. О, смотрите, жулька сидит. Так, и куды мы? Я повернулся. Покинутая жулька провожала нас, афишным взглядом. Такая одинокая на фоне школы. И тут Полина перестала смеяться. Шла рядом, отстраненная, спустым взглядом. Ты чего, Полина? Да, нет, мы делаем тоже на всякий случай приведёшь. Нечего. А, погодите. Замечать... Что? Блин. Так, Полина. Нечего паразитов владеть. Замечание вышло достаточно резким. Но... Не, не скажу, что собаки паразиты, это не считается. Но всё-таки... Это... Наличие дворовых собак, это, конечно, нехорошо. Но в первую очередь, да, это держит ответственность... Ответственность люди. Которые когда-то приручили волков и делали их домашними собаками. А потом выбросили когда-то какую-то собаку, которая потом размножилась. Так что ответственность, прежде всего, на людях лежит. Так что не выбрасывайте своих собак. И прежде чем заводить, хорошенько подумайте. Не заводите собак, потому что тупо как игрушку. Они потом на людей кидаются. Да. Ну, в этом опять-таки виноваты люди. А ты дворняжка виновата, что живёт на улице? Нет, не виновата, в этом виноваты люди. Ой, ужас какой. Прошлой зимой такая стая чуть дедушку не загрызла. Да мне тоже стая собак нападала. Но я смог отделаться, и они даже до меня не дотронулись. Ужас. Валим отсюда. Ему с тех пор не здоровиться. Его парализовало. Ужас. Он больше никогда не сможет ходить. Печалька. Я с ужасом вспомнил старых дедных собак, преследовавших меня накануне. Мне... мне очень жаль. Ничего. Полина вновь пленительно заулыбалась, прикрыв глаза. Главное, что мы друг друга поняли. А... Вот ли я слов, я и думать забыл про жульку. Около ограда третьей классики перебрасывались книжками и напевали звонко. О, это считалочка, которая явно имеет какое-то большое значение в сюжете. Особенно в линии с Полиной, наверное. Раз, два, прилетит собак. Я рот такие. Ну? Сова? Оля! Пыхнул образ ядры, кучающего огна, вытматривающий меня в сумерках. Я пообещал себе, что не задержусь. Пророжу Полину и сразу домой. А что это за песенку малые поют? Читалочка. Уже второй раз за день её слышу. От кого ты до этого слышал? От Алиса? Или от других людей. Я чё-то забыл. Если честно. Мы ищи по главной улице. Я-то рядом вручал, разгребая занос трактора. А этот трактор ещё был в этом, когда Ромка и Лёша его увидели домой. В пепельном небе парили вороны. И золотая чёрных птиц, рыскала над нами, напоминая жуткие кресты. Хороший сейчас в могилу. Про сову? Это считалочка местная. Да, да, считалочка. Мне её в детстве дедушка напевал. Он интересуется историей края. Много знает про наш фольклор. И что там за считалочка такая? Интересно, в каком я на регионе России они живут. Интересно было бы узнать. Но могу точно сказать, что не на юге и не на крайнем севере. Где-то в умеренной части. Ну, где-то в тайге. В общем. Слушай. Она пошла спиной вперёд, смотря на меня и задорно улыбаюсь. Раз, два. Прилети сова. Три, четыре, пять. Время поиграть. Шесть до шесть. Дыбом волча шерсть. Семь, восемь. Бьём копытом озимь. Ты хитрее, дома хитрее. Но это уже не относится к считалочке. Для медведя, для лисы. Зайчик еды принеси. Чё-то такое там дальше было. Зайчик кушать принеси. Зайчик кушать принеси. Я подумал, что одну лицу встретил сегодня утром. Хорошо, что не волка и не медведя. Не такие уж и еды, а что длина много-то больше, чем эта лиса. Боревое с подницей и странно смиряя слов сказал совсем другое. Ай-яй-яй, чё за слова, Антон? У тебя красивый голос. Хе-хе-хе-хе. Алина, как я отлево поправил челку. Спасибо. И что же, это конец считалочки? Принес им заяц покушать или нет? Принес. Скорее всего, не высажали. Спросить не у кого. Считалочка очень старая. Логично, предположить, что они высажали. Ведь все хищники, да, с единственной травой. Так что, эм, дайте. Древняя даже. С ней легенда одна связана. Жуткая легенда. Ну, как всегда, любая легенда одна с тем или иными вещами довольно жесткая. По трагиции. Конечно. Тут в тайге раньше племена жили разные. Дедушка говорит, у них была такая иницеа... Исцениация. Короче, такой ритуал, когда мальчику наступала пора становиться мужчиной. А вот так до сих пор есть в некоторых племенах. А может, даже не только в племенах. Я навострил уши. Ведь и мне скоро не за горами превращаться. Юношу отводили в лес, и он должен был три ночи провести там охотясь. Так, на кого? По легенде, один такой юноша ушел в тайгу и пропал. А вернулся, когда его перестали искать. Так, ну, она уже наговорила. Нагрянул в деревню, исцарапанный, грязный, замерзший. Помяните следы. Я представил долгие ночевки среди сосед и медвежьих перлов. Родные выбежали к ним, привели шамана. Тот осмотрел молодого охотника и помрачнел. Так, шаман помрачнел. Родные выбежали к нему, а он упал на землю, привели шамана. Сказал, плохие дела. Плохие дела, плохие дела. До утра юноша бился в судорогах и повторял эту считалочку. Видимо, эту считалочку ему напел хозяин леса и его прихвость невидима. И снова, и снова. Под это лети, ну. Раз, два, прилети, сова. Будто ему в тайге нашептали. А вполне могли вообще-то. По рассвету. Эф, пацану. Только вот шаман сказал, что он и так был мертв. Что он мертвым из лесу пришел и мертвыми губами шептал считалочку. Так, мистика какая-то пошла. Я пешил. Обычай, конечно, знаете, где нет мистики. Я уверен, что есть мистика. Только она подана через символин. Типа, мистика, все мистические элементы чего-то засимволизируют. Но являются правдой во вселенной игры. Хотя, может быть, и родные концовки приведут к родному финалу. Где-то будет, типа, шиза, а где-то будет мистика. Я пешил. Это точно не ужастик. Нет, не ужастик. Кстати, многие легенды такие. Я вот, наверное, на канале котов-юттуберов наслышан был про всякие жуткие легенды. Так что я уже не удивляюсь, что всякие легенды с всякими праздниками-то и довольно жуткими. Фольклор бывает пострашнее всякого кино. Уж поверь. Согласен. Дедушка говорит, что племя тут собралось спешно и ушло на юг. Они были смелыми. Ну да. А как ты еще хочешь? Племена всегда смелые. Если жили здесь. Алина пнула с угроб сапожком. Смелыми и глупыми. Почему глупыми? Тогда же, блин, не было городов и племена жили, где попадутся. Ну, понравилось им это место. Так что все сразу глупо. Неужели надо мертвецу явиться из лесу, чтобы до людей дошло? Дошло что? Что нужно уезжать отсюда? Ну, Полина. Ну, тогда же, блин, не было этих городов. И тогда были просто леса. Откуда тогда... Тогдашнему народу человеческом было знать о том, что какая-то мистика происходит? Тогда люди, блин, не такие были, как сейчас. Или даже в 90-е. Другие, а уж тем более племена. Так что вот так. Есть целый мир. И в этом целом мире полно опасности. А есть наш поселок? Ох, Алина очень не любит твой поселок. Но я, в принципе, могу понять. Поселок действительно какой-то дерьмовый. Мир! Она сейчас развела руки. Где я развела руки? Поселок. Поселок. Она показала, что там миллиметровый двумя пальцами. Я часто представляю большие города. О, Алина типичная горожанка, в которой только большие города и всякая вот такая вот лобуда. Эх. В больших городах не так хорошо, как ты думаешь. Там тоже своих недостатков полно. Идеи свои плюсы и минусы. Так что вот так вот. Могу часами рассматривать глобус. Или журналы вокруг света из библиотеки. Ммм. Что за журналы? Какие же там прекрасные названия. Только послушай. Сейчас придет какие-либо странные названия по традиции. Рэйкявик. Ну я же говорил странные названия. По крайней мере для меня. Дель-Авив. А это где? То-то было Исландия. А это откуда? Это же чистейшая музыка, а не слова. Музыка? Я с чем-то не скатал бы. Она закружилась, мечтательно дожмурившись. Идеи вздымался лето, прикатаясь низкими облаками. Ну в общем ясно, Холина помешана на музыке. И потому хочет слинять в город. Я думаю, что в городе большом прям так жизнь. Шикарных, и на самом деле это тоже свои недостатки. Дорога провалилась в полутьму межстохи. Я бы могла покорить сцену. Ищи какие амбиции. Выступать перед тысячами зрителей. А я сцены ужасно боюсь. Согласен Антон. Я тоже сцены боюсь. Могу там наедине, или типа как ютуб, типа говорю для многотысячных. Могу говорить, типа могу делать видео для какой-то. Могу делать видео как для маленьких, так и большой аудитории. Но типа делаю я один, а уже потом люди смотрят. Вот так вот. Так ты другим возьмешь. Живописью. Живопись? У нас-то есть будущее. А что ждет того же Семена? Тюряга. Ну станет он еще толще. Неааа. Ну. Будет пирожками торговать. Ага. Собачатиной. Мы разменялись, беспечным весельем и гнали тревогу. Если ему, конечно, доверят пирожки. Ну-ну, а то из него явно хреновый пекарь. Наверное, ты права. Да. Он их в один присест слопает. Да-да-да. Я так и думала, что вдвоем в лесу не страшно. Погласен. Я поглядел по сторонам. Не отпускал открыт отражая последние солнечные лучи. Преимает ли, что он тут одни и поиск участился? Да. Ты была права. Да. Идут они печальные такие. Меж сосен и елок. И молчат. Спорт. Так. И Полина поспешила. Не отставай! А, Полина поспешила по проселке. По просеке. Не отставай. Никогда в жизни. Вот именно. Ты знаешь, ты так изъясняешься. Как персонаж с приключенческой книжки. Но мы начитанные, вообще-то. Комплимент это? Или насмешка? Мне хотелось искать подвохов. Только не во время такой чудесной прогулки. Ну да, я люблю книги. Ого, читающий мужчина? Звучит интригующе. Мужчина? Серьезно? Я отмечалась и покраснела. Тысячу раз поблагодарил судьбу за то, что прожил теперь с Полиной по лесу. Девочка внедавно домолчала и додумчиво смотрела в чернеющие дыбы. Главное ожидание чего-то. И в ней делалось неспокойно. Затем она спросила холодно. Ты был там? Где там? Где? В чаще? Полина смеялась, разрушив мои переживания. Да нет! В большом мире! Был, я уже из города прибыл. В городах с музыкальными названиями! Да был он там. А разве Москва музыкальное название? Ну ничего, вполне нормальное название. Чего это оно должно быть музыкально? Вот и название города. Больше похоже на кваканье лягушки. Ну есть такое, но я поставил им не так сказать. Просто название для ляг... Просто не лягушки, а просто название для города. Нормальное название, мне вот нравится. Полина замерла и недоверчиво осмотрела меня. Ты был в Москве? Да, и так себе. Ну да. Хотя на самом деле я не был в Москве. Я даже за пределы своей области никогда не выезжал. И только в парочку других городов от области ехал. Да и, в принципе, сильно не комплексует. За это поспать у меня и так нормально. В детстве? В детстве, да. Ты там родился, как я подружу. Вот аппалины за и скрылись. И какая она? Большая! Какая ещё? Какая ещё может быть столица? Знаете, это, конечно, не какой-нибудь Вашингтон. Который не самый большой город в стране. Но вот в Москве там большой город в стране. Так что вот большая! Ну, красивая! Да, большая, красивая. С толпами, пробками и прочей прелесть. Шумная! Да, шумная. Вот у нас город, в принципе, не такой, что шумный. Пробки у нас редко бывают. Хотя и даже в нашем, не особо-то большом городе, могут найтись. Бывают шумные дни, когда прям везде шумно-шумно. Особенно на каких-нибудь людных местах. Неоновая. Неоновая в 90-х? Неоновая. Ещё такого интересного шуха неона. Чего это неоны такие, как они-то? Она словно смарковала это слово. А на Красной площади был? Нет. Нет, он был, конечно, но я нет. Конечно. Ну как же. Думаю, что любой москвич был на Красной площади хоть раз. Скорее всего. Она такая выпуклая. Выпуклая? И в ЦУМе был, и на ВДНХ. Так, полюбопытствуем. Так, ЦУМ. Центральный университетский магазин. Один из крупняющих универмагов Европы, расположенный в центре Москвы. Поялся в 1825 году как торговый дом Мюр и Морелис. После революции было соанализировано современное название в 1925 году. Так, ну интереснее. ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства. Второе по величине. Выставочный комплекс в Москве. В ходе 50 крупняющих выставочных центров мира. На территории выставки расположено множество шатерных архитектуры. Прогреть объектов ВДНХ, приданы памятниками культурного наследия. Я же че-то не слышал об этих... Об этих... Как это сказать? Об этих зданиях, этих местах? На Красной площади слышал. А там музеи историческо на Красной площади слышал. А зоопарки в Москве. Но об этих зданиях не слышал. Просто не интересуюсь такой темой. Мне больше всего метро понравилось. Да ладно, метро. Там так пахнет. Как? Как? Бомжами? Ну, обычно всякие подвалы так пахнут. Ну ладно, метро, думаю, не так пахнет. Это была глупая шутка. Она прочилась, ко мне схватила за рука. Бывает, не углядывай. Не могу описать. А нарисовать? А нарисовать? Что, запах? Как это? Великие музыканты могут сыграть запах. Ну, могут примерно, чтобы у вас появилось ощущение запаха. Но это очень сложно. Не может быть. Я дам тебе кассеты. Она снова закружилась под снежком. Я обязательно побываю в Москве. Я тоже когда-нибудь должен буду там побывать. А главное в Вене. Ну, в Вене я не особо-то хочу побывать. Вена моя мечта. Только потому, что у Австрии было очень много музыкантов. Это же столица музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус. Штраус? Интересно. Филармонический оркестр. Государственная опера. Только не опера. Я буду выступать, а ты рисовать. Кого? Лис в подозрительных. Восторг передался и мне. Аняла, делала что-то прямо сейчас. Немедленно. А ты куда хочешь попасть? Куда, куда. Куда хочу. Я признался вдохнув. В Диснейленд. Это хорошо. А какой именно? Там. Парижский, например. Или Лоханжелевский. Какой? Ой. Оля, конечно, предпочитала вдох в джунгли. Но меня по понедельникам было не отточить от экрана. Так, погодите. Я в Диснейленд. Я опять вспомнил звездный час. Ольг. А блин. Оля, конечно, не почитала вдох в джунгли. Но меня было не оторвать от диснейских мультиков в видео. Одноцветные столы с цифрами на табличках. Обаятельный суппанев у штурвалов. А призы? Шоколадные яйца. Видеотехника. И самое подрожащее путевка Диснейленд для победителя. Они тебе обещали сводить мне туда, в страну Микки Маута. И поначалу я верил им. А вот, можно, поначалу они тоже верили. Теперь на протопутешествии они лишь отмалчивались. А меня разбирала смертельная обида. Три слова буквально рвались из горла. Вы же обещали! Парина словно угадал умынимость. Добраться туда проще, чем нам кажется. Каждый лепит свою судьбу как хочет. В принципе, так и есть. Она набрала полной горсти снега. И вдруг, подобыв обо всем, заговорщически улыбнула. А давай снеговика лепить? Давай. Когда вернуть домой, то обязательно слеплю снеговика для Ани. Вот она обрадуется. Хотя это слепит. А пока... Ну к черту, Оля, буду лепить снеговик с Полиной. Можно скатывали первой ком вместе, чем плечом. Алина смеялась. Романтика. Скриншот. Оконы падали на ее оживленное лицо. И она так очаровательно сдувала. Первый готов. Опа, появился. Чего у тебя такой маленький шар, Антон? А какой должен быть? Максимум голова снеговичка. Такая огромная. Больше надо. Не ленись. Ну ща. Я забыл, когда Палинерат так веселился. Полина вытерла рукавичкой залевшие губы. Ты мечтал когда-нибудь очутиться на другой планете? Нет, Полина, это и хорошо. Что-то такое промеглубое взгляд я не смог разгадать. И даже в другой вселенной. Полина, будто бы облегчённо вдохновлялась. Тогда ты понимаешь меня. Да ладно. Ладони сходили по кову, заглаживая шероховастостью. Но очень не работает. Почти идеальный белый шар выроспу, и не повернули. На ним появился второй. Мы взяли его с двух сторон и вот другие на основании. Наконец, Полина помогла третьему шару оседлать предыдущую. Ставить голову на место? Мой конёк. Интернет, это инор. Тебя морковка случайно не завалялась? Нет. Увы. На этой опушке не было ни страха, ни тревоги. А смелевне побежал чаще наломать веток. Дёрнулся перед летением в бурелома, как вдруг голос Полины вытащил меня из-за забытия. Антон! Так, так. Там кто-то есть. Гопники пришли, либо хозяин леса. Я повернулся растерянный. Один сворил на меня? Нет. Но что-то за моей спиной. Смотрела и хмурилась. Вот было в веселье, не отталочи следа. Блин. Она медленно подняла руку, указывая на подступающую тьму за деревьями. Впереди кто-то стоит. Тёмная сгорбленная фигура. Видишь? Хаян леса. И ручищами сосну гладит. Хаян леса. Повернувшись, я проследил за её пальцем. Но оно уже скрыто устал наверняка. В таком малиннике было пусто. Там никого нет. Это малинник? А где кусты марины? Это в деревьях других. Оно спряталось. Ну да. За деревом. Стало вдруг дождь. Я непридвольно оттянул воротник. Желудок свело от спазма. Неуверенно улыбнувшись, я поинтересовался с надеждой. Это что, шутка? Нет. Полина словно немела. Она бедотрывно глядывалась в бездну леса. Проверка на храбрость, решил я и дошагал к чёрному. Заснящему столу. Это как глядь Полины подталкивался сзади. Что я ищил, я пытался храбритно. Но внутренний голос придумал замереть. Ужаться комочком. Да хоть прикинуть в топлое, но не идти туда. Сгущающуюся тьму. Летные сумерки плавали, вокруг сужая кольцо. Бабушка была колотом чьё. Горловину с трудом пробивали солнечные лучи. Я слышал, как воздух звенит. Или звенел в моих ушах. Шаг? Второй? Лопник. Ща по яйцой. Я прикусил губой, чтобы в случае чего не завопить. Проиточие. До сосна никого не было. Я выдохнул. И опять повернулся к Полине. Но там меня ждала не Полина. Полина, здесь никого. Ты в этом уверен? Ща что-то будет. Привет. Ну здорово, Антошка. Здорово, Семён. Давно не виделись. Известные терапии застал ты как дикарит. Пещер, вышли ухмыляющий Семён и вон как вот ещё шайка. Опачки. Какая встреча. А это не его шайка. Это его шайка. Очкарик в зубе, фарик на. Ха-ха-ха. Перематывай. Полина ойкнула, когда подонки отодвинули её от подачи от меня. Плавно хищные стаи не окружали меня, вынуждая впятиться. Ох, вы гады, снеговика не трожьте. Ногогрузово сию она уторонила брюхо снеговика. Ах ты сука. Кландеры развалились, стали бесформенной кучей, с которой печально торчал полный на ветре. Полина обиженно ахнула, гнев пошпалил меня кипятком. В нос шибанул в запах фото и табака. А что устало кидло, главное я ввязал батарею. Блин, не бойся. Я вдрогнул, когда ослышался свой голос. Оба не тщательно сверя по напугающим. Полинка, ты чё, боец? Вот как бы. Лучше за себя беспокойся. Ничего. В даровях, в плену, сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я печатался со спиной к дереву. Ну как? Кстати, а когда делась фраза про то, что типа у пацанов, что типа у банды Семёна, типа это, кодек-чеки такой, я считала, что при девочках они не дерутся. Но это правда делается. Я её случайно перемотал. Наверное, вроде на видео видно, либо её убрали, либо я её случайно перемотал. Страшно, мудила. Какие будет страшные. Да, не рада, не тердится мой госполин. Не трогайте его! Вот именно. Лучше бы Полина здесь не была. Лучше бы она не видела этого такого. Глядите-ка, пацаны! Девчонка за него заступается! Что у этого плохого? Вот козлы. Ага, циклона! Сам ты циклон. Ты, сука, приезжая, не на того руку поднял. Вот-то бы ты руку поднял, на того, на кого можно. Пить не стали. Видимо, собирались для начала поглумиться на глазах у девочки. Ах, ну как злой. Проклятие! Слышь, Гондон Батькович! Там ты, Гондон Батькович. А это кто? Ещё одна подружка! Да у тебя тут гаремно! Э, собачонку не трогайте. Это точно, это сон точно неприятный, надо перемотать. Видать, сбежала от самой школы и нашла нас по запаху. Хулиг... Нет, это сон надо перемотать точно. Ко мне, сучка, бросавшая. О, козёл! А у меня сердце обледняло. Даже пить не в шедоветках отозвались испуганным граем. Нельзя так собаку избивать. Максимум сольёк самообороны, не более того. Козлы! Бедная Журик. Она ещё и лыдится! Меликом заметил кое-что странное. Ах ты! Такой зверский поступок! Даже если ты не любишь собак, нельзя терпеть! На меня вот собаки тоже неоднократно нападали, и я их... Не слишком-то люблю, не больше, чем кошек. Кошек не любят много больше. Но для меня это вот цена, это ужас, пиздец полный. Полина с трудом держала улыбку. Полина, да как ты смеешь? Я не настолько не любит собак, что детский потопок тощего... Я заселил её! Ну вот! Третья шесть со мной глазами, Полина сменила торжествующую хмелку на озабоченную гримаску. Ах ты ж, Полина! Нравится, когда бедных собак бьёт. Ах ты! Почему она не убегает ужасно сия? Как будто кто-то прошёл на периферии трения в обманчёк-самерках пищевого леса. Или просто кустынные трошки бельнули, да индивилами шипами веток. Робка! А на что? Какие заявления! Стой! Сейчас меня забьют толпой. Ох, ты гар! Рома! Пусть они прекратят! Вот именно пусть прекратят! Прости, но пацанам надо по-мужски побазарить. А тебе надо по-мужски побазарить. Давай один на один помахаем всё. Тогда, когда будет концовка с талиста. И чтобы... Ну у меня уж точно, чтобы точно был бой по чесноку. А тебе в сторонке постоять? Беша! Под собой! А ну, нахер, перематывай. Тот накачались молчаливыми стражами. Неужели поверил? Правга, не перематывай, правда. Ну, Ромочка, ну хватит, говорит. Ты уже всё доказал! Вот-вот доказал. Дай нам уйти! Дай уйти! Ты иди, иди. А мы пока мусор приберём. Я не мусор, займу мусор. Меня зацепила даже не эта скобяня ласковая. Ромочка! Из уст Полины. Так, подозрительно. Уроды оттесняли девочку к соснам. Ветки качая, как будто что-то шептали. Обнатёживаю. Все это узовые, борясь, выявляясь, что выгляжу глупо, я встал в аксёрку той, которую частейки вил с кино. Шеки-чан. Хера ты, Майк Тайсон? Шеки-чан! Полина зверь загнала. Ромка подмигнул ей, мол, без паники. Паяжный, спокойный. Ративно скачал, наглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? Нет. Дикари! Масок раньше не видели. Таких конченых не видели. Ничего она не кончена. А знаешь что? Пошёл нахуй. Только не припаливайся. Надену! Сёма, надень-ка на него. Пошёл нахуй. Нет, никуда я не побегу. Я не брошу Полину. Только учтись, Сёма. Если он с как... Семён вырвался под нос, злобно вырвался, зыркнув на меня, затем на Полину. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Фу. Ну и ты, гандон. Освачь, ты хахнул заячью морду и пойдёт маску к моему лицу. Левой был похож на сдавленную пупку. Давай, Антон, говори свою фразу. А как ты, Гейна, у тебя он скривился. Хоть пошел закалять себя, но нахомолчил. Полина в ужести закрыла бессо ладонями. Я матёрся рядом, а мертвительно скалять, я полями, меня вонью из пасти. Надевай, Бэра! А турую! Маска злобно бы стояла, ищала, если злее, но вопреки с чему казалось. Что она могла подарить спасение? Дай второй коже только примерь. Это все мы уже считали. Быстрее, я хочу услышать эту фразу. Отнашивайся к любимому Антону. Что это я делаю, и все у вас компания не станет. Навсегда. Но нет, Антон! Не позволяй. О, а тут есть тоже выбор. Ух ты, в картошке с малиной тоже есть выбор. О, нифига себе. Я не знал, что тут нечего выборовать. Его что, добавили? Его же раньше не было. Посылать, допустим. А чего-то рамки-то не давать, что себя на меня раскрабливали. Что-то у них было не так банят. Та, ребят, наглась. Мне бы расковырять это рано. Знаешь что, Семён? Завтелен голос ровный и твердый в лиге. Так, обычная музыка. Я делал шаг вперёд, и лети их от поклона от Чикаго. Иди нахуй. Вот, и всё, он сместился. И нам питье. Я доведел, как вытягивается оттуда с алисополины. Я знаю, что я труп. О, опять этот койёл летит на нас. Именно, тело к вашим сыпел себе в лицо, кышаные пальцами, а в грылькиными ногтями. Я пырял куда-то в слой жира под дублёнкой. А, я хнул. Да, всыпь ему! Тихо, к кому всыпь, типа, чтоб я всыпал имён, иди его. Да ладно, я уже понял, что это она мне говорит, сыпь ему. Имя решился чётко, раз мы здесь хотор и чёрный герей. Это у меня есть лица одноклассников. Мои очки! О, крысы. Что? Ничего не видишь без очков, мудила? Вижу, только, это... Эээ, поплыло всё, типа, разматываю. Ну, вы сами. А ты, козёл, даться честно не можешь? А дойдяло к нему руку с моими очками, так это не мог до них дотянуть. Иди ты на силу от хулигана во время боя, это нечестная драка. По-другому, хулиганы почти всегда прыгают нормально. Персонал. Людейская мудрость. От меня. Не задержите. Отдай! Сейчас же вер... Вот козёл. Меня прервал свинцовый кулак до отрёной печатки, который с хрустом врезал темнию бровь, а покинул на промерзшую землю. Хоровод модных и давящих открутительных смехов развелся надо мной, доводился от тошноты. И только я спел опомнить эту расплывающуюся фигуру, стала стремительно приближаться. Замет очередного удара протянула мне руку. Надеюсь, я до полина не охватился за неё. Как за соломинку. И тот же понял, как я ошибки почувствовал. Там был ползон в отрёстоке, а было бы не было души. Это была Ромка. А ползон не стать надо, нет? Правда, ничего не видишь? Да. Клова звучала сочувственно. Что смутило? Так не казалось бы, что за чём она звучит. Я, кажется, подозрительным. Я прищурился ищу автоманифалину. Она забирала мои вещи в рюкзак и распихивала тетрадки. А слышишь, хорошо? Да. А? Он склонился к коне вплотную и спросил уже беда после канала Стерсидента. Слышишь, ты хорошо, Антошка? Да. Да. Я тогда чинно моргнул. Ну так слушай внимательно. Он отряхал мою кортку. А потом ударил в кулу со всего размаха. Ой-ой-ой, через моё щёлкнуло. Попадись между зубов в язык. И я бы не только неплохо, но и я снялся бы хуже бяшек. Меня занесло мир в очередной раз. Крутанулся елой, но Ромка подержал за локоть, не давая упасть. Где-то далеко скрикнула Полина. Антоан! Хелп. Я сейчас клёпу её в охавку, не давая подбежать ко мне. Это тебе аванс. Я ещё раз увижу тебя с Полинкой. Хотя бы в метре от неё пеняй на себя. Ты понял, а? Я не видел, что она первая повела ко мне, интерес. Рома, ты понимаешь, понимаешь это? Чисто, чтобы закрепить. Ай, кулак отчёл мой висок. Миропрокинь. А, я для человека, вот, в катовку с Полиной, в втором сезоне, пожалуй, кажется, самый страшный. Пока не видишь, что ты дал пиздюле Семёна. Хоть попытался, да, пиздюле Семёна. Так что... Пока что это катовка не самая страшная, именно эта. Во втором сезоне, думаю, что в третьем сезоне, всё-таки, в катовке с Полиной будет не такой страшной, как Семёна. Он будет же более страшной. Пока не видел, я видел только катовку второго эпизода. Если бы ты попытался дать химиллу отбор, то не получилось. Так что надо помылить, как в третьем сезоне будет. Да и что, если ты наденешь маску, пойдёшь спалить? Калки падают в небо, света, разложившуюся мясо. Я схватил все до горды, чтобы не кувырнуться вверх. Лананя с дутым шариком болталась до поверхности пучины, так волк. И тонула, гонила под ногу. Я попытался предстать. Размытая фигура Полина, Полина отмархивалась, но две другие, вдяв её под руки. Мы домой тебя проводим, не бойся. Ромка ещё не делает, не уж, чтобы меня добивать. Вау-ли, какие психи поля сушастые. Вот вы психи, которые поля сушастые. Козлы, пускай отдохнёт. Я даже не думал меня ещё раз бить, ты козёл. Полина! Даже в концовке, где мы дали петелей Семёну и пошли с Лисой, он и стал другом шартичным. И я даже не почёл дружбу, а не формирую. И всё равно, Ромка в любом случае остаётся козлом. Как говорит населикан всегда, то это муликан. Такой мере, Флак, они исправятся. Ботинокровький прилетел мне в ногу. А-а-а-а! Нокаут! Рука подломилась, затылок стукнулся на лёд. Очки... Безворенно закатились. Тима выпрыгнула, замерла. И слопала меня. Не фартануло. Я пошевелился, потерся носом о наволочку, удобно залепил веки, рисунки на стенах, книги, стопка комиксов, я потрогал челюсть, опасаясь, что она ответит, вспышки божьи, пальцы переползли и крискули, но шишки не болели, я сел в кровати, удивленно моргая, поправил очки, изучил свои руки, чистые, ведь глянь под ногтями, И когда крикорнул у стола, отголоски беседы разговаривали, я отдал свои спальни, сам добрелся, там добрел, очки, и фрисовыми он вернул, может поинок, или не вверх, не дружилась, и все выйдете позже, я вонял в окно, более это было множество тайм, но он не спешил имиделиться, жадный ветка, как говорил ёжик, жадный ветка не хотел, может как и так он отдохнулся, Часы на предкроватной кубочках показывали 10 метров, но он заветило над полем, но не согревал его, захряхтело старыми костями чешёвов, Открыть, подозрительно, я уже в коридоре от звуки беседы делал звуки беседы делать гамочки, мягко, давно я не слышал, что мама смеялась, В тихом доме, среди притаивших тетеней, такой обыденный родной смех, я прокрался, болезнице, словно боялся спугнуть момент, Ха-ха-ха, а я ему говорю, комиксы есть, зайца своему купить хочу! Опять про зайца, все говорят, заяц, 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 когда дело доходит Антона, это явно не проста, не, не, не с хрена ли же, игра называется зайчиком? А он, ваш зайц в кубиксе читает? Так это я не зайц, это сын, мама смеялась, я и вторила Оля, Ну да, кого выжайц у меня цирковой? Не смешная шутка, мне от неё смешно не стало, А этот смех, это типа ответ, типа можно сказать, да считай, на реакцию, на дебидизм, или на своей собственной франочке. Ахахах, боже, ты лучший! А-а-а, да ты сомневалась! Сомневалась, больше, чем на секундочку! Слик, иди в леса! Когда я ушёл на кухню, мама беловала сама макушку, он поглажил её по плечу. Все такие подозрительно довольные, особенно мамина улыбка натурально не выглядит. Более сиделами, кто родителями, вооружённая вилкой. Ах, у неё оружие, смерть есть уже! Тоша, беги, беги, на тебя собирается нападать вилкой! Накрытая крышкой кровчатая катруля источала ароматный запах. А вот и он! Кто он, я что ли? Привет, Соня! Весь в отца! Прямоугольник окна возвышался за её спиной, отчего мама казала, нарисованной на белом холсте. Садись, садись, в ногах правды нет. А завтрак самое важное для здорового человека. Не знаю, мне кажется, обед важнее. Обед же самое главное, типа, в рационе человека. А я сел и чаровно улыбаюсь. Оля подмигнула мне, и одновременно мигнула лампа. Заспанный какой! Какой есть! Наш, родной! В детдом сдавать поздно! Не смешная шутка, батя! Абахагнул, показывает, что шутит. А мама хлопнула его по плечу. Ай, посмотрите, там динозаврики висят. Видите, тут вкладыши динозавры. Хочу. Ой, я голодная, страшно! А мы, думаешь, просто так тут слюной капаем? Нет. Братик, ты так кушать будешь? Как? Я поймал на себе и скрасил от веселия с гадой родителей. Был бы у меня фотоаппарат. А он будет, если выиграть его болвану. Я пищатлил бы ей, я пищатлил бы, чтобы они всегда улыбались мне со снимка. Чтобы остановить этот прекрасный миг. Лампочка погасла и вспыгнула. Чуть слышно, это дребезжало, текло в раму. Сними маску, сынок. Есть же неудобно. Маска? О чём ты, мама? Я, конечно, знаю, о чём я, видите, уже знаю, в целом этих концов. Но будем им делать вид, что я не знаю. Какую маску? Вот именно такую ещё. Глуповатый, ловь-ка прилипла к губам. Папа, кидал, показывай крепкий белый, ловый похожий на клавишем пиана. Снимай, снимай, заяц. Я пробел руку по щекам, ты смеешься. Вы о чём? Уже вся семья смеялась, тищет меня, паспи, слава, ланил по колено. И крыльёнки. Это как-то страшно. Чё вы ржать надо мной? Мне не нравится, когда смеются надо мной. Причём, когда я явно не шучу. А пока дал, утирая кактяжками вложи, внившиеся голода. Ух, и насмешил ты нас. Ну, молодец. А теперь маску сними, будь добр. Батя у меня чё-то подозревает. Ой, чё начнёт сожжать. Которая, как по мне, намного страшнее. Чё-то чё с хозяином в детстве. Я опять потрогал своё лицо. Ощутил, как не имеет кожу. Но на мне нет маски. Так. Чё-то здесь не так. Ты чё? Не хочешь я такую страшную рожу? Мама поёзова на стуле. Пещерилась, кланя в голову. Холст окна теперь был серым. И всё быстрее чернел. Пока не снимешь, не начнём. Начнём что? Пошевать мне мозги? Но я не могу уже терпеть. Дайте ей еды. Дайте. Бедного голодного ребёнка. Сними маску, не валяй дурака. Да не валяй, вывалите дурака. Голду ладку и натвёрдый. Мам! Тоже меня пугает! Да я сам себя пугаю. И вы меня тоже пугаете. Открепили ножки этого по половинам. О, как она лагача взялась и убежала. Это у меня так лагает? Или так и должно быть? Она больше не улыбалась. Никто больше не улыбал. Да, ты что, щели? Олопившихся с ним. Что ты наделал? Твоя сестра плачет. Я не виноват. Я не при делах. Но... Оля хныкла пустую голову. Есть под ловли бы, я бы поспалил меня. Мама грохла, гладла, толстурешница. Я чуть не повалился на полместе со стулом. Сын называется. Мы веселились. А тут ты пришёл. Испортил всё. Нифига, у неё рожа стала. И настоящая мама не стала бы так сильно сердиться для этого. Меня полетели брызги, если нет. Уберите эту рожу. Я принялся к папе. Умоля, объясни, что происходит. А с папой что-то не то. Я в виде сироп тёклу подмородка. Тойка была раба. Не, я подрели в разные стороны. На чердаке огрохло. Она шуршала. В коридоре водопроводной трубы заброшения. Что с её рожей? Что с рожей мамы? Что с её ротом? Дом ожил. В каждой комнате кто-то возился подло, дышал. Всё, это, видимо, тот дом из мультика. Я проживаю дом в жуткой убогой грачек. Как помню. Ой-ёй, жесть началась. Лампочка наморгала с чертатой стробоскопа. И родители туннеляли, возьму, то выникали вновь. Ой, лёдю, сыногена. Эпилептиков не смотреть. На окнах прошла высокий день. Я намеревался вскочить, броситься прочь. Но тело не поминовалось. Руки мёртвым кружом лежали на столе. Я просто смотрел на эту жесть, на этот пиздец. Свет погал. Во мраке сердце ударило три раза. Леса, он заяц, и волчина. Лампочка стыхнула ярко. Просто так делать, скажем, что он не пойдёт на трюк. Три маски уставились на меня дырами отверстиями. Женщина-лиса, там, где-то куда-то сидела масло. Где-то сидела мама. Мужчина-волк в углове стола. И девочка-замчик. Моя воля. Я не мог даже спросить, зачем они нацепили эти странные и страшные морды. И почему же это на них шевелится, словно что-то висит внутри матор, пучевая по бимаше. Язык отказался реагировать на кастрю. Молодец. И весь гляд мой перемещал с типа масками по длинным крылым теням за спинами семьи. Кушать подано. Сейчас голосом, он находит на какого-то персонажа из какого-то мультика. Она сорвала крышку с кастрюли. Я болею, что-то страшно. О, это выглядело отрезанная голова. Это твоя голова. Остекленевшие глаза бурали меня. Раз нахватый рот тропил беззвучно. Но я тут финоглова на дне кастрюли. Край застроил отчет. Идет все черный головень. На беремешенном лице. Да, я бы на горячие цветы. Руки от теплых моих ладрей. Моррэ, глядем, демокрамм. Нет, я докричал. Я не боюсь. Редко выпрямился. Челюсть обдала огнем. Висок саднила. Кухня, тварь в масках и мертвая головащая исчезла. Сел от твоей преследовавшей меня проклятой маски, который кто-то из хулиганств оцепил на меня в природе смели. Не оторвал, уже поймал, что по его лицу дать чем могу. И понял, что очнулся в лицо возле поваленного стеговика. Печни гуи хвойных эго, как бедочков из разбитой пьяновии. Обморок. Кошмар. Фульсирующая боль была подарком по сравнению, привидевшемуся ужасом. Я поднялся на ноги, отплевываясь. Я соградил меня, как прутья решетки. Я не знал, как долго пробовал в отключке. Ноги и руки задубели, штаны прямо в окне расклад. Я стоял один, то что словно в темноте, в кольце взмывающих выси стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало. Пуще захладывало от шороха и шереста. Кроны таяли в космической черноте. Косты становились в пустыне. Клетками шли обитатели вдруг лучшие на море. Горялось, что вот-вот, как чистая лапа, выпростые дынь мрака и схватит мое одевевеневшее лицо. И от вдалеке послышался крик. Антон! Ботя! Ко мне! Help me! Ура! Меня искали! Второй. Какая шара мальчика. Что-то защипало выступившими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Крыг зазвучал громче. Иногда менее даже поверил, что меня спасут. В этот раз он не войдет, хозяина леса, не беспокойтесь. Давай, батя, спаси Антона. Тот же свет ударил меня в лицо. Я заслонился петельюненкой. Лучше фонаря скольнул вниз. Антон! Вот ты где! Фух. Ты совсем сдурел? Это вообще как понимать? Это хулиганы сраные. Скажи правду, Антон. Папа шагнул ко мне из мрака. Я винулся на встречу, надеясь, что он не растает. А когда же очередным миражом, проделками, ликнувшегося раду? Что такая музыка громко стала? А был настоящим, теплым и живым. Язык проглотил? Нет. Я встретил твою одноклассницу на дороге. Она сказала... Где блядь нахрустили ветки? Снедаемый ужас. Уж... Недаемый ужас я прилинул к отцу. А, я теперь трепенулся, изучая чешок. И казалось совсем другим. Непряженным. Так, пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я прилинулся к отцу. Сейчас еще единяет ужас. Ладно, проматывал. Я кивал и послушно перебирал ногами. Только в машине я тебя заметил. Ссадины. Тебя били? Да. Я ощупал скулу. Подрался. Из-за чего? Из-за девушки. Да, из-за девчонки. Отец кивнул удумчиво. Нагудел двигатель. В выражении папиного лица я угадал бояль. Но это был неликкий паралитаж и меня в кошмаре страх. Его страх был благородным и чистым рельянтом. Он открыл бардачок, достал салфетки. Так, там что-то странно. Мама бы сейчас меня не одобрила, но вот что, сынок. Там пистолет! Сам пистолет! Что-то там револьвер забыл. Драться за девушку? Это правильно. Как же драться за свою жизнь? Тоже, по-своему, правильно. Типа защищать под мудаков всяких рад. Но самому атаковать это кундакову. Это нехорошо. Напомните. Да, нужно решать конфликт словами, но иногда... Иногда слова не помогают. Да уж. Да, слова иногда действительно реально не помогают. Особенно вроде всяких гопников, которых в моем городе почти вся школа. И папа ломался мне подбадривающе. На секунду того, как он доход прорчет, я у него торчащую из-под тряпки рукоять. Он возьмет с собой оружие! Он интеллигентный папа держал подругу без таре. Как герой боевиков. Эх. В России такое не одобряем. Хотя в США это была бы обыденность. Да, в Штатах это обыденность. Но мы не одобряем, поскольку... В России все-таки. Или как обычный бандит. Сейчас мы в голосок. Так, нами ментешили сосны. Фары бодались темнотой. Машина ведла домой. Папа изучал меня настороженно в зеркало заднего вида. Я думал о пистолете. А нах, а люди в масках зверей, извалявшиеся моими родителями. И как он при этом доверие к Алиси не потерял. Или события третьего эпизода сделали так, что доверие было не потеряно. Машина куда-то катит. Домой. Пора домой. А белые снежинки все парили в темноте. Дом, милый дом. Нет, дом, но не милый дом. А вот и мы. Так, теперь идемте до самого конца этого эпизода. Опа. Представила лиса. Вольно, хищно, бегущая, быстро, по ночному лесу, дергающимся мешком. Это же была не настоящая лиса. Вот-вот. Воспоминания о семье об омерзительных масках атаковали, бомбардировали меня, будто подлудар одноклассников. Так, сейчас зайдем до конца второго эпизода. Закончил череду, но и так растянулось. Особенно учитывая, что мне мешали. И до мной стояли поросшие шерсть у лица моих близких. Откалившиеся клыкастые пасти, полные густой слюны. Что со мной происходит? Что до фокуса выкидывает мой разум? Ведь эта маска называется настоящая. Вот она, не пойми откуда, взявшись со мной в портфеле. Главное, я не выкидывала ее в том жутком лесу. Я даже молился и бросил в рот витамины, допил их в огне. Хватит сходить с дома, пожалуйста, хватит! А вот и сон. А, слышали, слышали, как к нему Бабурин всыпал? А этот лишь ручки опустил, до глазенки потупил. И так было, я пытался дать отпор. А если бы я ему дал отпор, ты у меня дрожнил за то, что я дал ему отпор. Что за страшный одноклассник, без глаз. Прекрати! Ты знаешь, он не один был! Вот именно, он крысу. И будто этого мало. Мало, блин. Това вы проводили с тремя быдлами, мужиками. Ходят слухи, что этот чудик повсюду таскает с собой зайчью маску. Её подкинули. Ой, девочки, ну кто же в своём уме будет такое делать? Ну, не знаю, там, Алиса, например. Ясно, понятно. Со странностями на шанташках. И что? Я тебе, как говорится, если ты не странный, то ты странный. Поскольку я знаю, что у человека есть вещи, копаны другого человека, кажется, странным. Может, слабоумен? А может... Да пошла ты, Яма-Таник. И маньяк? Да не маньяк! Если в его портфеле хорошо покопаться, там и топор отыскать можно. А может, что и похоже. Ничего там нет? Да-да-да. Пошла нафиг с такими заявлениями. Как же так, Антон? Неужели действительно тебе не здоровиться? Ненормально, если мне эта сраная Катя. Полина, послушай меня. Как же, как же. Да пошла эта Катя. Весит, он что в Москве бывал. Как пить дать? Он реально был в Москве. Ты? Откуда он был вашим приехал? Не вы что, вы думаете, что он сменил одно? Дерьмо. Вот он один какой-то дерьмовый поселок или городок маленький. Да другой, еще более дерьмовый поселок. Немногично было бы. Немногично было бы, если у меня один маленький, а маленький. Так-то можно хотя бы предположить, что в большом городе у них типа там какая-то нехорошая ситуация случилась, за которую надо маленький, чтобы спать идти. Э, ну, маленький мой, в общем, она не права. Это не жтожество, даже постоять за себя не может. Могу! Да только это я последуюсь, а ты и так в том случае меня обосрешь. Вот если я всыпаю этому себя, ты меня обосрешь, не помню. А при случае из-за тебя они заступятся. Бросит, думая, как бы только самому по ошейне схлопотать. Неправда! Я пытался спастись. Сла-бак! Сама ты, собачка! Та-ма, попробуй, блин, завалить трёх мужиков! Даже если они не свершеннолетние. Полина согнула, будто я плодил живот и потом вдалилась слезами громко и теречно плакала. Чему? Что? Что? Ой, я какую-то цитату перенатал. Ой, не знаю, что он... Я помню, когда первый раз уйдёт до сон, я тебя что-то такая обосрал. Тебя потрося сильнее, такого сна, чего? в трёхе с покеренном лесом. Ясно. Почему? Нет. Ключи парень. Да что? Додеваюсь лезами, сейчас я парень. Чурак! Заяц! Ой-ой, какой-то штул косова. Всё, валим. Валим, валим, валим отсюда, валим. Валим третий эпизод, ну нафиг, короче. Ой-ой, жуткая сова, которая на самом деле выглядит не так уж жутко. Пока я мере с Антоном. Ты царатовс. Семён. Погодите. О, нет, давайте не на этом, остановим. О, новая фраза, Полина, ненависть к собакам, пускай... Ай! Таямба! Полина, девочка, за скрипкой. Мы вчерашние прогулки отлегка остыдили мои пылки. Полина, ненависть к собакам, пускай в её случай была оправдана и всё же настораживалась. Меня Анатолий настражил. А Димолис держит такой червотиной девушке на сеть место для той отвратительной червоточины. Ну вообще, все мы не идеальны. И даже в такой вот доброй, милой бабе всё равно будет что-то страшное. Какие-то свои демоны. вообще, вот где драка с Алисой. А вот где драка с Полиной. Ну с ними, конечно, но с парнями в концовках с ними. Вот здесь будет третий пилот с Полиной. Пока третий пилот с маской после вот этого вот конфликта там. Ну что ж, сегодня я уже наиграл в эту игру. так что в меню. Я сказал в меню. Вот, наконец-то в меню. Вот, тогда уже сама дают знаки, что давай заканчивай, заканчивай серию, а то я сейчас начну лагать, что аж тебе не поздоровится. Вот так. Это не самая любимая концовка, но она тоже имеет свои интересности. Итак, на этом у нас сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Давьте лайк. Хе-хе-хе. Так, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, давайте делайте лайли. Всем еще раз спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok